мы нелегально ворвались в магазин если что мы покупатели купим что-нибудь за 200 рублей скажем вы не имеете права выгонять покупателей короче давай вот давай вот здесь снимем что-нибудь ребята всем привет сегодня будем выбирать для меня вот такую дощечку с колесами почему я не говорю как эта история называется что я в душе не знаю чем отличается скейтборда от лонгбордов от круизеров от какие не борда от пени борда понимаете и сегодня и сегодня будет помогать выбирать эту штуку профессиональный скейт лонг пени круизер бордист антон зэд всем привет с вами снова я антон зэд чемпион по лонгбордингу я буду задавать самые идиотские вопросы потому что действительно я нихрена не знаю не разбираюсь а он постарается максимально честно и искренне на них ответить так на жвачку не хочу я хочу тупой вопрос так рубрика тупый вопрос человеку сначала нужно определиться что он хочет кататься просто рядом с домом кататься в скейт-парке делать какие-то трюки вот я знаю я знаю есть скейтборды есть лонгборды есть пенеборды есть круизеры есть карверы еще вот вы все стерпорды еще с хибита вейлборды но это об этом и любым это еще тоже есть ну это все что к чему прикручивать колеса в сноубордах колес выбор большой как и в сноуборде самое главное нужно тебе призвать зачем тебе доска что ты хочешь мне вообще получить мне нравится я вышел из дома встал на доску и поехал короче в магазин то есть из пункта а пункт б да поехал на тренировку вообще просто такой кайф прям вообще мега кайф это значит ты хочешь стиль самораспространение само базовое это круизинг потому что есть несколько стилей если мы берем скейтборд он предназначен чисто для трюков отсюда вот классический скейтборд да вот его по-любому где-то видео я скейтбординг видел в интернете они делают ну да так они делают и попрыгивают и флип вот такие вещи делают вместо рук у них ноги кататься в нем как ты хочешь из пункта пункт б там на тренировочку еще куда-нибудь не получится потому что у него во первых маленькая колесная база то есть узкая и маленькие колеса на типа маленькая колесная база и чё ну тебе не удобно будет ехать потому что маленькие колеса он не маневренный он чисто для трюков чтобы щелкать вот и говорят вот типа лонгборд он большой в принципе вот это лонгборд это скейтборд и мало кто знает что изначально появился сначала лонгборд а потом скейтборд а потом скейтборд да ладно не потому что видишь лонгборд он похож на сёрт а скейт придумали серферы а то есть после все время стиля они просто прикрутили подвески начали кататься потом родни малин придумал вот такой киктейл и потом были появились трюки тогда уже лонгборда ушли киктейл это друзья и лынус это загнутые концы его рассказывает смотри он по типу похож также на скейт только у него видоизмененная подвеска вот давай сравним окей вот видишь здесь у нас кинпин идет наружу кинпин что такое кинпин это вот этот болт который держит наши хорошего и вид нашу вешалку а здесь кинпин вот здесь углублен то есть традиционный кинпин это называется реверсивный то есть другую сторону и традиционный разница между ними в том что у этого в этой подвеске угол поворота намного больше то есть на этом скидет повернешь вот так а на лонгборде ты вот-вот так с кармом здесь люди не получил не будет просто он он очень маневрен он будет вот так будет больше уже вот так ты сможешь как будто на серфе гонять ну и плюс таких еще подвесок то что они используются при даунхиле то есть скоростном спуске с этим скейтбордом откатался бы на сноуборе своем не знал бы проблема тут сейчас мы поставим на доску или на пене с этой лопаты перейдет на такую маленькую дощечку после объяснения что что как использовать мы проведем экзамен то есть я буду вот мой экзаменатор учитал учитал а я буду сдавать экзамен да посмотрим как он в терминах разбирается выпускной экзамен для скейстеров визуальное отличие это вот скейтборд всегда можно отличить вот видите вот здесь вот здесь загнуто значит вероятнее всего это скейтборд если он маленький с маленькими что не всегда не всегда и всегда потому что есть гибрид лонгборды вот смотри это же здесь тоже вот что такое большинство к твоим вот друзья вы просто это такое вы видели вот по-моему как бы есть колеса и признано называть гибрид лонгбордами или круизерами но в основных лонгборда у них целый агрессивней больше сама доска больше до ну что скейт видишь а это же полосы нам борт то есть и колеса здесь намного мягче то есть ты можешь кататься по городу круизинг еще вещь какая проставочка стоит большая да это чтобы угол поворота был большой я вижу от лонгборда здесь ширину на большие 0 и как мягкие колеса до ширина доски мягкие колеса скейта форма и подвески и что это дает тем самым это становится универсальной доской так ты можешь не кататься в парке в пули и также можешь покататься на склонах делать слайды потому что колеса позволяет но я вот ее именно рекомендую всем новичкам брать под которые не знают еще какой в стиле хотят кататься вот это интересно вот и думаешь я хочу на скейте кататься хотя здесь маленькие колеса такими не будет удобно по городу да вообще взять лонгборд но здесь не поделаешь трюки я говорю дружище берешь гибрид у тебя полностью идеальная доска пипец нифига я какой прошаренный буду потом пойду короче консультацию продавать как вы будете прошарен давай поговорим о лонгбордах перед тобой ты наверное думаешь что лонгборда только вот вот такие да лонг от слова длинный вот соответственно я вижу какую-то длинную штуку длиннее скейта я понимаю это скорее всего лонгборд ты бы как это назвал такая штука который те тесто тесто понимаете катался но на самом деле я бы я назвал это тоже лонгбордом и вероятнее всего друзья посмотрите вот на на эту форму вероятнее всего вот эта форма сделана для того чтобы посмотреть о чтобы рука очень удобно носить наверное очень удобно носить но нет очень крутых тем смотри в лонгборде есть разновидность также досок то есть это форма доски называется top mount то есть поднято видишь не бреда подвески вижак не прикручен просто к тупо к доске да эта форма называется drop true то есть она заниженная у нее видишь как подвески крутятся она закрепляется сверху то есть она раскручивается база сверху вешалка снизу это понятно но тут получается расстояние от доски до колес вот такое а здесь расстояние от доски до колес ну из-за вот этой технологии крепления да но тут еще есть такая фишка вот почему делать вот такие доски во первых на эту доску можно поставить супер огромные колеса ты можешь поставить вот такие катки а вот фишка да это раз и вторая тема смотри все мы знаем спортивные тачки я все опущены и занижены до что была стабильная скорость у этой доски такая же система она ниже видишь смотри у нее нос есть и тейл то есть на этой доске можно еще делать фристайл трюки то есть это доска подходит для фристайла и дэнсинга ребята основная фишка вообще скейтов или как-то называется друг другу дроп дроп трут дроп трю лонгборд что-то там если ноус и тейл они загнуты с двух сторон значит можно делать какие-то трюки приземляться в свитч и если что потом ехать и разворачиваться чтобы это было комфортно то есть вот если на этой если на этом лонге сделать какой-то трюк а его можно сделать то что здесь можно щелкнуть то вы приземлитесь ну грубо говоря в свитч и вам будет довольно сложно потом из этого состояния у тебя просто вот чисто сноубордические термины а вот эти свитч свитч а вот скидболки нет нет смотри даже вот кто берет все доски они никогда не задуматься что я буду свитча кататься когда-то понимаешь он понимает что я буду делать например шует он поймал уже свою стойку он сделал олли ему хочется трюки делать своей стойке ему не хочется в свитч пока выходить свитч это когда ты будешь делать в аннете а все я понял то есть это про прогресса слишком прогресса свитч это слишком уже хайд левел поэтому даже вот на такой доске ты можешь поехать там через бордюрчик перепрыгнуть там сделать тот же самый кикфлип ну но она менее типа предначена для трюков у этой доски даже еще есть flex вот вижу все доски прогибаются я вижу и чем она сильнее прогибается тем тебе легче выщелкнуть ее и делай такие трюки вот основное различие между лонгбордами так маунт запомнил да это друг 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 смотри получается у нас иерархия лонгборды они делятся на вот такой и на вот тогда вот это заниженные вот как приоры это заниженные а эти ребята на джипах это заниженные пацанчики начиная 2010 года все катались столько на таких досках все ставили себе огромные колеса сейчас все уже от этого ушли и все покупают вот только вот такие потому что эти более универсальны просто я на самом деле понимаю вот такие доски выбирают люди ты мне если что скорректируй которые хотят лонгборд но хотят какой-то элементарный трюк сделать типа степов ты говорил да там всякие можно взять переходики делать разворот да 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 они для фристайл дэнсинга всегда с такой формой нет нет они бывают и вот такой обычный да точно на них можно короче ходить пешком да там паркет просто даже шкурки нет да а вот на таких можно получается не только ходить но еще какие-то трюки поделать и даже послайдить потом хилить вот это короче штука просто чтобы есть это серф да вот выбираешь хочешь себе серфить по асфальту покупаешь такой хочешь себе что-то необычное да и вот в частности когда я катаюсь люди всегда говорят что о это скейтборд у тебя на это типа о это лонгборд вот как будто знают что вот такая форма для них это лонгборд а вот доказывается различия скейтборда и лонгборда не в форме самый распространенный вообще сейчас в россии да и в мире доска это просто небольшие круизер вот есть деревянные круизеры есть пластиковые как по мне друзья он у него в руках две разные деки да вот это пение а это возможно круизер разный у них только одно это материал с которых они сделаны этот деревянный это пластик начнем с того что такое круизер круизер это просто доска в которой тебе нужно кататься из пункта а в пункт б то есть ты взял ее закинул в портфель покатался зашел в метро понес так и опять поехал покатался на ней минимально вообще может быть какие-то трюки но может конечно если умеешь делать флипчики оле у них потому что у них у всех есть есть такой киктейл да да он больше сделан для того чтобы тебе было удобнее разворачиваться вот она будет плоская сильно в тебе бишь когда-то сильно придется усилия прикладине вот сделаны все форме вот таких рыбок пусть таки вот рыбка рыбка у меня есть рыбка пластика то есть но теперь тянем нашу рыбочку как новенькая да друзья я отвечаю что по-любому большинства из вас были сомнения круизер и рыбка разные ли это вещи то есть это скорее всего одно и то это одно и то же это одно и то же да вот такая подвеска не стоит только из-за ушки нужно держать на большой скорости просто на таких подвесках ты на большой скорости сильно не покатаешься просто начнет боблить грузер это самый идеальный вариант для новичков вот ты когда хочешь только начать кататься и не знаешь на чем кататься на ломборде скейтборде а тебе нужно хотя бы просто научиться ездить отталкивать самые базовые элементы ты берешь себе вот такой небольшой деревянный грузер пение видишь сложно поставить ноги правильно пошли туда маленькой площадке 22 и есть 20 27 27 она в принципе довольно большая но лучше начинать с нее с маленьких точно есть а меньше нет но и только для детей смотри у меня сразу же вопрос соответственно вопрос следующий чем отличается вот этот ну грубо говоря лонгборд от круизера по сути круизер от лонгборда отличается в основном размером размере я вижу еще и какие-то да и подвеской потому что на этой доске ты быстро с горки не поедешь тебя просто зашатает улетит это городской вариант оттолкнулся поехал оттолкнулся поехал и получается что мы имеем по итогу что на лонгборде мы можем ездить можем ездить быстро можем делать большие карты до на крузере мы можем только ехать прямо и делать небольшие какие-то маленькие незначительные ну то есть по функциональности вот эта история она более универсальные более простая ну типа ну понимаешь у этой доске больше функции то что ты можешь быстро разогнаться и по делать всякие вот пируэты научиться делать по дэнсингу что-то на этой доске просто тупо ездить тупо есть просто ездить да то есть вот эту историю как бы на тоже для фанатов такие знаю хочу лонгборд хочу быстро кататься хочу утром доехать на работу а вечером пойти слайды делать я короче я на самом деле могу дать совет друзья начинаете с круизера и вы влюбитесь в как мог как можно объединить вообще вот скейтборд лонгборд круизер и по сути все скейтборд скейтборд вообще в борту правильно вызывается это скейтбординг да вы влюбитесь в скейтбординг вот если значите с лонгборда это конечно же у вас не не появится желание на работу вот с этой бандурой короче хреначь каждый раз каждый раз и ну и соответственно куда-нибудь там в магазин а вот ну а вот с такой штукой то есть смотрите вообще я могу на двух пальцах это же некоторые говорят что скейтборд и лонгборд это вообще разные вещи хотя это не так и есть большой хейт между скейтбордом и лонгбордом но последнее время он закончился да а можешь рассказать что за хейт между скейтбордом и лонгбордом я вот даже мне кажется во первых почему мог бы быть между ними хейт первое кто-то боролся и говорил бил себя в грудь нет мы из первые сделали нет мы первые ну и все потом уже конечно же они соревновались кого больше девочки любят лонгбордистов или скейтбордист а в 2000 2016 или 14 году они все-таки поняли что оба делать нормальный вид до что победила дружба смотри я как заятлый скейтер который только на скейте начинал кататься да я лонгборд вообще ну не котировал я котировал не то что лонгборд это для девочек кататься где-нибудь по побережью и все на больших досках а когда я понял что лонгборд это круто многофункциональная штука то что у него есть стиль у него есть даунхилл это большая скорби до 100 я раз красиво блин есть фрирайде ты делаешь огромные слайды вот как типа на сноуборде тогда откантоваясь а также и тут и на колесах про слайди у тебя там слежу за фрирайд как может быть фрирайд на скейтборде я не понимаю на лонгборде на лонгборде да друзья если если мы говорим про фрирайд на сноуборде это значит охренеть какая гора там сколько километров и вы хреначите с этой горы куда-то по лесу и делать какие-то дропы пятиметровые в лесной местности и там белки бегают какие-то медведи то есть там как бы вот такая история вот это я понимаю фрирайд когда человек мне говорит я на скейте заехал фрирайд сделал слайд я ни хрена не понимаю что происходит играет это когда ты берешь вот такой лонгборд и перед тобой огромный серпантин вниз идеального асфальта и ты думаешь а почему мне не съехать с него да и ты просто ноешь на доску разгоняешься а теперь как-то тормозить здесь специальные перчатки с лайф паки ты заходишь слайд с перчатками заходишь слайд стендапами то есть вот так оттормозился вышел зашел в поворот в дрифте тоже вот тогда я видел эту штуку красиво это называется фрирайд стиль а если down hill стиль мы говорим это просто тупо ты встал стойку и разогнал так вот чем эта херня отличается поэтому я когда узнал что есть такие стили понял что почему бы не начать кататься она ты просто ну принял свое отношение я пришел из пятигорска там одни и горы и скейт-парков не было я такой почему не попробовать и были все идеальные условия я просто начал гасить и гонять на лонгборде и понял что он борт это не хуже чем скейтборд на сути и и когда уже люди тоже видят что на лонгборде может делать такие трюки все меняют свое отношение поэтому сейчас такой войны нет а вот что касается вот этой доски которые заготовил это так называемый карвер это даже вот фирма создала сама такую доску карвер карвер и вот вот возьми сам и пойми какое отличие вот из всего того что мы говорили так я я мне кажется слишком очевидную почувствовал а я я мне кажется начинаю понимать давай и вот тут какая-то дичь вот тут какая-то история с подвесками посмотрите какая-то дыра она возможно сломана но навряд ли вот так и должно быть ну самое главное это отличие вот этот передний подвес передняя подвес да это подвеска посмотри как поворачивает посмотрите давайте вот здесь попробуем давай здесь надо просто и подкрутить она здесь вверх она так не поверно поворачивает только да вот да я понял типа вверх-вниз а вот здесь на вправо-влево фига себе как дверная ручка прямо лет и можно войти и заметь это конструкция очень похожи на автомобиль то есть у тебя есть руль управления вправо-влево и зафиксирована задняя подвеска до тем самым эта доска позволяет сделать настолько большой карф вот который сейчас мы говорили чуть ли не на 100 вот на 360 ты можешь развернуться и за счет такой подвески ты можешь встал и вот этим движением так называемый панкинг ты можешь просто с места начать ехать и без остановки точно я понял да получается вот если на этом он дилю шу-шу так это знаешь это вот супер имитацию это даже сделали серферы она прям почти сто процентов повторяет движение на серфе вот когда ты едешь ты вот так хоп-хоп-хоп да я понял вот тут то же самое то есть лонгборд на лонге сложнее на лонге ты будешь в слайд заходить у тебя будет все равно доска срываться если ты будешь резко делать резко делать а здесь а здесь именно эту резкость она тебе комплексирует этим поворотом я пробовал ну я понимаю что его короче таращит я когда шел сюда я шел сюда я увидел вот эту штуку она стояла я такой думаю но сейчас быстренько проеду я встал на нее чуть ли заднее сальто не сделать больно потому что элементарно я встаю и то есть вот видишь сколько поворота да ну вот это посмотри как подвеска двигается да и как-то короче как-то это вот так едется помедленно ты попал мне а я понял я сам сейчас понял ты сам научился ездить есть короче такие штуки для детей да там два колеса всем привет с вами саня мани и сегодня я вас буду учить вставать на заднее колесо можно короче вот так и танцевать серф борд или слил бор короче я не знаю кто знает напишите в комментариях вы по любому не катается и это смотри это даже вот и стиль такой на лонгборда называется славом это когда обижают вот такие фишечки да вот этом даже вот эта доска больше к этому подходит я много вижу в парке кто обижает вот такие фишечки на налог вот это же но тут придется тебе раскрутить подвеску в общем она вообще вообще да было супер мясо а зачем такую подвеску портить когда можем взять такой кармер и также все это делать если раскрутили подвеску то стал более маневренный ну и соответственно если более маневренно это на скорости чуть-чуть ты передавил и тебя сразу тебя куда и можешь колесо еще запустить видишь здесь на это называется вот она велась чтобы если надавил колесо не зацепило ну да что если вот ты в поворот входишь на каких-то даже вот на круизер на круизерах смотри на круизерах здесь проставка здесь уже ты никак не задавишь у тебя просто доска перевернется все понятно короче вот по поводу подвески ну то есть что что значит затянутая что значит расслабленная ну смотри я рекомендую делать среднее положение потому что не надо кататься на расслабленной подвеске во первых ты сможешь в любом случае на разогнаться на большой скорости на каком небольшом спуске тебя разболтает но и сильно перетягивает и тоже когда вообще вот как на скейте вообще не будет поворачивать тогда у тебя бушек будет зажатый и не будет функционирует доска на повороте среднее положение под свой вес тела и все и по сути у нас остаются только колеса круче дохренища досок ребят пишите в комментариях какие доски есть у вас не только летние но и зимние может быть и водные есть да все мы на досках катаемся напишите на чем вы катаетесь в комментариях будет интересно посмотреть сколько вас здесь таких экстремальных и есть у нас кого больше лонгбордистов скейтбордистов я насколько понимаю в колесах какая штука есть это жесткость и форма ну размеров до рассказывай смотри и берем самое обычное отличие скейтерские колеса скейтерские колеса чтобы делать трюки должны быть жесткие почему потому что когда катаешься в парке тебе нужно вот когда ты щелкнул при землю резко ты не дошел этого мягкого движения амортизирующего да и поэтому все когда катаются по плиткам уже ужасаются как на скейте вообще невозможно ехать плюс еще колеса маленькие они нужны чтоб ты быстро оттолкнулся и сразу на перилку запрыгнул тебе нужны большие катки туда стоять и чем колеса меньше тем тебе удобнее делать ну тем доска легче тем тебе легче будет делать все эти флипы и плюс вижу скейтки не поставить большие у него даже нет прорезов таких да потому что подвеска настолько не должна гнуться она даже вот максимум все это вот по скейту что касается лонгборда тут уже нужно выбирать пятно контакта побольше тем самым у тебя будет стабильность на скорости колеса будет мягенькие колеса будет вода не может даже вижу рукой да попробуй то есть большие колеса они обычно мягкие да вот да то есть они будут съедать всю эту плитку они будут все эти камушки которые будут подлетать они просто будет про них проезжать и ты будешь чувствовать себя идеально круиз то есть мягче то есть пов consist получается и вот не будет ваш ум когда есть скейт когда вот скидки короче чтобы одну если объяснить простым языком если вот берете вот такие маленькие колесики они чаще всего жесткие вот то вы если выйдете на какую-нибудь ну кирпичики или хотя бы ну брусчатку-то вас просто будет эта брусчатка нагибать и вы дожди разгонитесь да то есть вы будете будет прصтур мази да не будут втыкаться они будут шуметь короче не скейтбординга какая-то неприятная история. И если вот это берем, вот такие колеса, то вы и разогнаться сможете, и будете просто нормально ехать, бесшумно кайфовать. Вы не будете чувствовать дорогу. Да, не будет. То есть они будут амортизировать нормально. Вот эти мягкость колес, она проглатывает все неровности, получается. И ты просто кайфуешь и едешь. То есть дороги же не идеальны. То есть и в этом, кстати, отличие. Я хотел узнать, типа в круизеры входят и пеньки, и... В круизеры входят и пеньки, и лонгборды, и все остальное. Но вот просто вот это круизером сложно назвать, потому что это лонгборд. А круизеры это маленькие дощечки, похожие на лонгборд, понимаешь? Похожие на лонгборд. Ниший класс. Да, типа маленький. Ниший класс. Типа бета-версия. Мне кажется, да, можно их... Вот мне кажется, можно круизеры отнести к низшему классу лонгбордов. В принципе, никто не будет дизлайкать и говорить, какие мы плохие, если мы свою терминологию придумаем. Ну как терминологию? Я бы сказал, это не нищий класс, это начальный класс. Это как, знаешь, возрастает. Ты сейчас на таком вырастаешь, потом на таком, а потом вот уже такой. Я предлагаю провести контрольный экзамен. Итак, Клёха, давай. Твой экзамен. Первый. Как называется? Это у нас лонгборд. Правильно. Лонгборд. Подразделение, высокая подвеска, топ... Топ... Маунт. Топ-маунт. Отлично. А кладем вот сюда? Это у нас что? Это белый красивый скейтборд. Так, это... Блядь, что это? Я не знаю. Опа. Смотрите, отличительная херня. Вообще, смотрите, она прям сразу же видна. Это круизер. Не круизер, как там? Карвер. Карвер. Правильно. Видишь, нагадался. Так, это у нас что? О, это лонгборд. Подразряд низкопрофильных, то есть подразряд заниженных. Как они называются, заниженные? Дроп-тру. Дроп-тру. Простыми словами, заниженные. Это у нас тоже лонгборд. Гибрид, получается, лонгборд и скейтборд. Правильно. Супер. Слушай, успеть не делай. Я успею не делаю, крутяк. Это что у нас? Так. Это круизер классический. Круизер. Слушай, супер. И чтобы, кто бы мог подумать, что на этом столе окажется скейтборд. Скейтборд классический. Супер. Ну и на финал. Сэмми сам, известная. Да, сейчас я даже не знаю, как это назвать. Давайте прочитаем. Давайте прочитаем. Это Пенни. Да, Пенни у нас тоже относится к круизерам. С чего бы я хотел начать? С самого простого. То есть, если вы хотите делать трюки, хреначить в парке, делать какие-то 180, то нужен скейтборд для этого. Да. Делать, ну, скольжение, прыгать и так далее. Почему нужен скейтборд? Потому что, во-первых, форма у него tail nose, она, ну, загнута, можно делать трюки в свече. 180, 540, 1260, как хотите. Кстати, на скейте же сделали 1260. Да, я видел. В рампе. Вообще. Next game. The other spin looks a little bit low on the landing, but just pulls it. Понимаете, да? Вот сегодняшняя эта дощечка за 8500 рублей такое можно сотворить. Наверное, не знаю точно. Так, чем еще отличительен скейтборд? Тем, что здесь жесткие маленькие колеса и, соответственно, позволяет быстро разгоняться, позволяет при приземлениях, ну, там, стабильно приземлить трюк. Ну, и, в принципе, и все. Ну, как бы, они стандартные. Ну, и они легкие. Да. И понятно, что вот эти маленькие колеса, жесткие, на этой доске просто так кататься до магазина или вообще кататься по какой-то поверхности, где есть, ну, там, неровный асфальт немножко. Все. Вы сразу же крест ставите на своем катальном дне. Это будет сделать невозможно и неприятно. Абсолютно. Вот. Будет постоянно втыкаться во все пробоины. Просто не будете разгоняться. Ну, не будет. И не будет разгоняться, соответственно. Да. Вторая доска, про которую хотелось бы рассказать, это, конечно, круизеры. Вот что для меня круизер. Круизер – это такая штука, на которой приятно кайфовать. Вот с круизеров я бы начал вообще кататься на скейтборде и влюбился бы в скейтбординг, потому что у тебя нет никаких напрягов. Ты выезжаешь. Вообще доска небольшая. То есть это пенька 22, но есть 27, например. То есть легко в руку взять, кайфануть. Ты вышел в магазин, поставил, поехал. И вот за счет вот этих больших колес ты кайфуешь, не замечаешь стыков каких-то. И очень приятно, ну, все очень приятно. Да, и учишься тем самым базу основную – это держаться на доске, кататься. Да, держаться на доске, делать какие-то мягенькие поворотики. Ну, то есть без фанатизма. Вот максимум – это вот так вот. Это получается круизер. Круизеры нам нужны, чтобы от точки А в точку Б проехать, чтобы это было максимально комфортно и без напрягов. Здесь ни о каких трюках речи не идет. Ну, то есть они не особо предназначены для этого. Ну, да. Они сведены к минимуму. Сведены к минимуму, да. Просто тупо катание. Трюки, да, ну что за трюки? Ну, там оли максимум и то как бы смысла нет. Просто катание, да. Без фанатизма, просто по городу. Во-первых, хотел сказать. Вот это у нас гибрид между скейтом, между скейтом и между лонгбордом. Ну, можно даже сказать и круизером. Ну, и круизером, да. Это гибрид, да, это гибрид из всего. То есть на гибриде можно делать, получается, и трюки, как на скейте. Можно и там… Круизить. Круизить, да. То есть все, что хочешь, можно делать. И быстро с горки покататься. То есть на то он и гибрид, что он, типа, универсален для всего. И быстро с горки покататься, да, и круизерить, и разгоняться, и так. И что? У нас, получается, есть лонгборды. Вот лонгборды в основном, правильно? Ну, в основном, да. Делятся на две категории. Завышенные и заниженные, как мы уже это поняли. Вот как бы если подснять вот тут. О, вот это завышенные у нас, а вот это заниженная история. Я так и не понял, на самом деле, чем… Если по характеристикам… Если говорить про характеристики. И вот на этой, и на этой доске можно… Степ-денсинг, ты говорил? Да. Можно денсинги делать. Можно денсинги. Фристайл-денсинг. Это раз. Два. Вот на этой доске можно делать трюки, а вот на этой хрен ты их сделаешь. Куда ты давить будешь? Ну да, тут нет. Ну, теоретически, да? То есть, вот это просто… Контролить вот эту доску, дроп-тру, легче на скорости. То есть, как заниженные тачки специально их занижают, чтобы они, ну… Ну, чтобы заходил, у тебя там… Булгоплоро тоже нормально. Они все выполняют одну функцию, так, круизинг, даунхил, фрирайд, денсинг. В принципе, просто… А, точно, я забыл сказать. Вот смотри, на лонгборде, на лонгборде можно и даунхилить, и фрирайдить. Да. То есть, вот это тоже важный момент. Вот на лонгборде можно даунхилить и фрирайдить. Вот на вот этой штуке можно даунхилить и фрирайдить? Ну, незначительно городской может быть максимум. Максимум. Такой. Почему? Потому что… Потому что здесь подвеска, во-первых, она не реверсивная, и чтобы кататься быстро, у тебя должна быть большая колесная база. Вот видишь, какая широкая? Да. А у круизера она меньше. То есть, у тебя будет вибрация и колебания твоих ног будет уходить четко на доску, тебя просто расколбасит. А тут ты будешь стоять стабильно, как в танке. Понял? Ты едешь и все. Тебя не шатает. То есть, да, чем больше доска, тем больше стабильность, соответственно. Все равно, главное, чтобы вы понимали, что вот на этой штуке даунхилить и фрирайдить, не надо, не за что не делать. Не надо, не за что. Есть еще одна разновидность. Досок, это, блин, вот есть карверы, есть, нет, круизера, вот это карверы, да. И самая основная отличительная история в том, что в подвеске именно передней, что она не только вверх-вниз работает, но еще и влево-вправо, правильно? Да. Супер маневренная. Супер маневренная для каких-то... С большим градусом поворота. Для каких-то больших... Для пампинга в городе. Вот этого раскачивания. Для серферов, которые хотят вот так серфить. Памп, памп идеи. Так, ну вот, да, в общем, для того, чтобы делать супер маневренный поворот. Как бы, если это у нас экстремальный канал, я считаю, что надо попробовать съехать вот с этой рамки на этом лонгборде. Как вы думаете, получится ли у меня? Думаю, нет. В следующий раз как-нибудь, после пары уроков от Антона Зетт, мы обязательно придем сюда и съедем. Ребятки, здесь, к сожалению, не было еще одной разновидности. Я не знаю, можно ли отнести это к скейтборду. Называется эта штука маунтинборд, где есть такие крепления для ног. На ней обычно катаются во фрирайде, прыгают на дёртах и делают какие-то совершенно невероятные трюки. Ну вот где-то здесь мы вставим видео, как, собственно, кататься на такой штуке. Ну что, ребятки, сегодня, надеюсь, вы разобрались, как... Самое главное, что ты разобрался. Да, самое главное, что я разобрался, что такое, чем от скейтборд от лонгборда, от круизера и от кармера отличаются. Это самое важное. Теперь вы понимаете, с чего надо начинать и что вам надо выбирать. Но ты бы для себя что бы выбрал? Я круизер. Пластиковый или деревянный? Слушай, я на самом деле так понимаю, что разницы особо нет, а тем более пенни дают гарантию пожизненную. То есть я бы по весу выбрал и все. И по внешнему виду, да. Скорее всего, пенни выбрал какой-нибудь 27 сантиметров просто гонять. Ну, правильно. Вот, да? Вообще кайф. Че, какие у тебя есть слова для патчика? Ребята, всегда надевайте защиту при катании. Будет ли это скейтборд, лонгборд или пенниборд. На скорости можно сильно разбиться, поэтому шлем должен быть обязательным. Да, и еще очень важный момент. Обязательно ставьте лайки, колокольчики, подписки и ставьте трюки на своих досках. На меня подписывайтесь тоже. И подписывайтесь, конечно, на Антоху, который помог сегодня нам разобраться в этом непростом вопросе, что такое скейтбординг, лонгбординг и так далее. Вот, ссылка на его канал будет здесь в описании. Конечно же, забегайте к нему, у него много всякого интересного. Какой самый бешеный ролик у тебя есть на канале? Самый бешеный ролик? Я видел, короче, какая-то хер... Скейт-колесо. Да, скейт-колесо, блядь. Мы это вставим, в это реально вставим. Скейт-колесо. Как ты надувал, что тут такое херня... А я, кстати, зимой сделал. А также, если кто любит сноуборды, у меня есть там, где я прикручиваю подвески к сноуборду, это будет тоже для вас интересно. Только не обижайтесь сноубордисты, что я так два сноуборда. Да и два сноуборда реально почитал. Ну, там девочки делали всякие трюки, представил еще. А, так ты еще и не сам катался. Мало того, что он сноуборд прикрепил к скейту, еще и девок посадил у него и отправил кататься. Двух. Двух. Все. Так что... Да. Они после этого ничего ему не сказали. Ага. Они живы хоть вообще? Да. Все нормально. Там была небольшая травма, но это вы знаете уже. Травма у скейт-борда. Сколько они весили. Ладно, друзья. Я надеюсь, что вам все понравилось. Пишите в комментариях какие-то вопросы, может быть, остались все-таки по поводу скейт-борда. Выбор большой. Да. Но выбирать только вам. Так что до новых встреч. Да. Всем счастливенько.